Бэтмен использует технику высочайшего качества. В Бэткомпьютере хранится подробное описание всех устройств, чтобы Брюс Уэйн мог найти подходящее для битвы с очередным злодеем. Сервис Е-каталог не сможет сделать вас Бэтменом, но в чем-то вы его даже переплюнете. Здесь вы найдете смартфон, ноутбук и любую необходимую технику. И не просто посмотрите ее описание и характеристики, а также полюбуйтесь на 3D-модель высочайшего качества. Сравните цену во всех магазинах и станете обладателем вожделенного девайса, не потратив лишних денег и избежав головной боли. Оставьте спасение мира Бэтмену, а для того, чтобы выбрать камеру и заснять его подвиги, есть Е-каталог. Ссылка в описании. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Warner Bros. решила не размениваться на мелочи и вывалила 5-минутный трейлер Аквамена. В наше время это редкость, и многие разумно обвинили студию в том, что теперь мы знаем весь фильм. Но это мудрое решение. Студия уверена в успехе проекта, а нам продемонстрировали мощные эффекты и кучу пасхалок и сюжетных ходов, которые мы разберем прямо сейчас. Зак Снайдер в качестве продюсера, осьминог-диджей и блюющий Джейсон Мамоа в следующие пару минут будет очень весело. А мы желаем узнать, верите ли вы в DC или нет. Дайте знать в комментариях и готовьтесь к погружению. Во-первых, поясним, что сюжет нам никто не раскрыл. Есть злодей в лице Патрика Уилсона, есть его помощник в лице Черной Манты. Ребята хотят пойти войной на землян, и Эмбер Хёрд вербует имеющего право на престол Аквамена, чтобы остановить кровопролитие. В процессе ребята ищут легендарный трезубец и весело проводят время. Да, казалось бы, трейлер рассказал весь фильм, но Джеймс Вон не дурак и славится тем, что умеет скрывать секреты. Нас ждет много интересных моментов, и для начала поговорим о том самом Трезубце. Как мы рассказывали в прошлом разборе, это трезубец короля Атлана. Именно он объединил семь подводных королевств в единое царство, и именно он считается первым полноценным королем Атлантиды. Трезубец неразрушим и сделан из Адамантия по версии DC. Он способен пробить любой, даже самый мощный доспех. А ранее в комиксах с его помощью Аквамен управлял огнем, льдом и даже молниями. И это не последняя отсылка на Тора, ведь мощь не главная причина поисков Трезубца. Трезубец нужен за тем, чтобы показать, что его носитель достоин быть королем. Подводный народ суеверен и чтит предков. Именно поэтому Артур и его горячая подружка ищут Вундервафлю. Не за тем, чтобы победить злого Орма. Напротив, главный плохиш фильма также озабочен поисками Трезубца. Ибо в подземном мире не все ладно, и королевства сплотятся только вокруг истинного наследника Атлана. По словам режиссера, нас ждет настоящая гонка за артефактом. Но помимо него будет гонка и за классическим костюмом героя. Когда Зак Снайдер брал Джейсона Мамоа на роль, он обещал, что Аквамен больше не будет сосать. Но это было сложно, учитывая прошлое, в котором Артур катался на морских коньках и рассекал в смешном золотом костюме. Имидж героя для кино был радикально изменен, но трейлер показал нам каноничный золотой прикид из комиксов. Причем он также сыграет важную роль в сюжете. Вообще, изначально в комиксах этот костюм является тюремной униформой. Более того, и кличку Аквамен получил от соратников по Зоне. Позже историю переписали и сделали золотую броню атрибутом короля, как и Трезубец. Так было и в киновселенной, но сольник снова изменит историю. По словам создателей, получение каноничной брони будет главным сюрпризом проекта, который они оставляют на сладкое. Это мы узнаем только в кинотеатрах, а пока рассмотрим другие детали ролика. Ложите руки на стол, ибо мы поговорим о Мере. Обидное 81-е место в списке самых сексуальных женщин-комиксов определенно изменится после выхода фильма. Ну а для нас же важно, что она – дочка Нереуса, Адольфа Лундгрена. Он впервые засветился в трейлере, и роль парня окончательно ясна. Нереус – правитель одного из семи подводных королевств и папанья Меры. Парень находится на распуте, ведь с одной стороны самопровозглашенный король Орм пытается агитировать его на войну с поверхностью, а с другой – дочка Мера хочет все предотвратить. В своем интервью актер дал понять, что Нереус в целом будет добрым персонажем и, скорее всего, выступит на стороне Аквамена в эпичной подводной битве из трейлера. А вернувшись к Мере, упомянем, что она не просто любовный интерес Артура. Напротив, вполне возможно, что до конца фильма между ними не случится и поцелуя. DC мудро избежали критики в свой адрес, и именно Мера будет мозгом Аквамена. Ее описывают как сильную независимую женщину, которая к тому же может управлять водой в любых количествах. Собственно, даже этот трейлер показал, какую массу воды она сдерживает, спасая Артура и его папашу. А у любой сильной и независимой женщины должны быть котики. Но даже здесь все наоборот, и питомец будет у Аквамена. Спойлер пришел с предпоказов фильма. Побывавшие там ребята отмечают, что осьминог Топа появится в проекте. В комиксах Топа очень любит музыку и является кумиром публики, но в фильме он будет настоящим музыкантом. Битва Орма и Аквамена, которую нам показали в трейлере, проведется именно под его музыку. Джеймс Вон развернулся на полную, и подводная Ваканда смотрится неплохо. К слову о предпоказах, DC максимально уверена в фильме, потому что не запретила рассказывать о его начале. И битва братьев, на которой трейлер делает акцент, состоится в первой же трети. Перед ней нам кратко представят маманю Аквамена в исполнении омоложенной с помощью CGI Николь Кидман. Провернут все сцены с тренировками и отцом Аквамена, а также нападением, которое предотвратит Мера. Горячий Артур тут же бросится драться с младшим братом, но проиграет. Так что, как видите, все обвинения в том, что сюжет известен, не верны. Мы знаем лишь треть, а что будет дальше, остается загадкой. Понятно только, что в Сахару парочка отправится уже после того, как Аквамен отгребет Оторма. И там же встретится с Черной Мантой. Его играет актер с очень трудным именем, но это не мешает герою быть крутым. Он и его друзья были простыми бандитами и пиратами, пока Аквамен не накрыл их лавочку, раздолбав подводную лодку. Костюмы, которые носят ребята, сделаны не на земле. Атлантида – это настоящая Ваканда, обогнавшая человечество по технологиям. Экипировал Манту и его друзей лично Ором, сделав их своей группой по поиску Аквамена. И что бы там ни произошло, в фильме Манта не погибнет. Актер заявил, что имеет весьма серьезные планы на будущие появления. Ну а в грядущем фильме они попытаются добыть вожделенный трезубец и параллельно отомстить Аквамену за сломанную подлодку. Трудно не заметить то, что персонажи говорят под водой не так, как они делали это в Лиге Справедливости. Никаких воздушных пузырей. Джеймс Вон подошел к делу серьезно. Во-первых, режиссер логично намекнул, что раз ребята живут под водой, воздуха в легких у них нет. А значит и пузырьки при разговоре возникать не могут. Легкие подводных жителей могут использовать и воду, и воздух, но с одним условием. Органы должны быть свободны. Говоря проще, выйдя на сушу, Аквамен отрыгнет всю воду из легких, чтобы дышать. Ван даже спойлернул, что как минимум в одной из сцен мы увидим весь процесс своими глазами. То же правило работает и наоборот. Присмотритесь, и вы увидите, как погрузившись в воду, герои сначала выпускают воздух в качестве пузырьков. Большая часть тизера посвящена демонстрации компьютерной графики. И хоть местами она все еще проседает, DC пытается показать, что красивая подводная гражданская война стенка на стенку и красочные погони станут украшением проекта. Это не железобетонный Бэтмен против Супермена Зака Снайдера. Аквамен гораздо светлее и легче. Однако Зак все еще числится исполнительным продюсером фильма. Но не обольщайтесь, дело лишь в том, что Снайдер первым представил Джейсона Момоа в образе Аквамена. Точно так же Кристофер Нолан числился продюсером Лиги Справедливости. Хотя никак с ней и не связан. Но вообще Джеймс Вон никогда не открещивался от Снайдера. Если что, Аквамен это единственный проект, который не менял режиссеров и разрабатывался еще со времени Бэтмена против Супермена. Именно поэтому он смотрится сочно, а ребята уверенно показывают все журналистам и критикам. Драка Николь Кидман, которую засветили в трейлере, снималась одним кадром без склеек. Также работали создатели сорвиголовы, и боевые сцены нас ждут шикарные. В целом тизер самодостаточен и не требует подробных расшифровок. Сомнительно, чтобы кому-то были интересны точные названия животных, которых мы увидим, или повтор закадровых слов диктора. Мы рассказали вам все интересные детали, связанные с проектом. И в заключении хочется еще раз напомнить, что это не любовная история Аквамена и Меры. Это любовная история матери Артура и простого работяги Маяка. Джеймс Вон рассказал, что героиня Николь Кидман ушла, но обещала вернуться. И с тех пор долгие годы каждое утро смотритель приходит на свой маяк и ждет ее. Ну а мы с оптимизмом ждем выхода фильма, потому что пока полностью повторяется ситуация Чудо-женщины. Хороший режиссер, которого никто не трогает, и никаких губительных правок со стороны студии. Критики уже сейчас прогнозируют хорошие сборы. И беда лишь в том, что в отличие от Черной Пантеры, Аквамен не черный. Единственное, что он может предложить толерантному миру, это защиту окружающей среды. Ну а мы же предложили вам все, что могли. Очередная бессонная ночь прошла. И если вы считаете, что недаром, не забудьте отметиться лайком под видео. До новых встреч, друзья!